Ну вот я сейчас прокомментирую ваше мнение, то что вы пишете на канале. Но сначала я хочу немножко поговорить на тему языка. Вот как язык нас ограничивает и насколько язык нам мешает радоваться жизни, наслаждаться жизнью. Насколько мы находимся в ловушке языка и ограничены грамматикой, синтаксисом, ну вообще своим языком. Сначала я хочу сказать, что вот обратите внимание, что как мало вы слышите мнений, суждений, выступлений социальных психологов. Политических психологов, да. Вот очень мало таких людей. Их не допускают. Правда об обществе, в общем, будет горькой. Но мы её говорим. О том, что мы живём в дурдоме, да. И так далее. Сейчас вот феномен лжи мне очень интересен. Я его вот так изучаю. Учусь распознавать лжецов. И как бы это не так сложно сделать. Речь не идёт о каких-то запутанных делах. И поэтому всё тут довольно-таки на поверхности, да. Это раз. Ну, есть, конечно, лжецы такие профессиональные, прирождённые. Их очень много в политике. Мы их знаем. И люди, в общем-то, тоже, в принципе, понимают, что и могут. Вот, насчёт языка. Смотрите, язык очень консервативен. Поэтому консерваторы, люди ригидные, очень много говорят о языке. Вот я вспоминаю одну радиопередачу. Шла, ну, в 90-е годы это было. Вот страна там переживала, как говорится, тектонические сдвиги. Да, она просто менялась. И что дети кончали самоубийством. Да, сколько людей там погибло, пострадало. И вот я слышу по радио выступление одной женщины-филолога, которая говорила о том, что вот эта катастрофа происходит с языком в нашей стране. Люди говорят, не звонят, а звонят. Вот для неё эта катастрофа была. Вот она считала, что вот неправильно поставленное ударение, это самая страшная вещь на свете. Вот такие люди, живущие в своём фантомном мире. И ведь это тоже, что? Это тоже язык. Видите, вот женщина оказалась в ловушке языка. Она жила, по сути, вот в этом фантомном мире. Ей было тревожно за язык. Очень интересное исследование проводилось. И вот есть, в принципе, все языки мира приспособлены для лжи. Нас обманывают постоянно. Мы сами себя обманываем. Ну вот, посмотрите, СМИ, вот эти болтуны, да, пустобрёхи. Названные аж четвёртой властью. Вот они болтают без умолку, да, запудривают мозги. Лапшу на уши вешаются, плетнями занимаются. Четвёртая власть. Вот насколько велика сила слова, сила языка. Потом оценочная зависимость. Ведь, посмотрите, вот стоит на человека навесить ярлык, это делается очень легко. Мем какой-то, да, там обозвать человека и всё. К нему это сразу прилипает, пристаёт. И все к нему так и начинают относиться. И даже вот люди, которые, ну, вот такие, как бы, публичные, такие, с бронёй, они всё равно, всё равно болезненно на это реагируют очень, на эти слова, да. Тоже оценочная зависимость есть. Оценочная зависимость связана тоже с языком. Наконец, законы все, да. Ну и вся система образования. Мы мыслим на языке. Мы очень трудно выйти за рамки языка. Поэтому мы, вот эта диктатура языка, вот она есть, да. Посмотрите, вот если мы не понимаем языка, на котором говорит человек, мы что, мы теряем, мы быстро теряем интерес к человеку, к этому, к его культуре. Может быть, это, а это, скорее всего, великая культура. Посмотрите, как западная цивилизация относилась, допустим, к первобытным племенам. Вот только благодаря Клоду Ревистросу, открывшему вот эти, ну, первобытные племена, первобытное мышление, о котором он очень хорошо пишет. Мы поняли, что это другой мир и равный западной цивилизации вполне. Все те же функции мышления. И сравнивалось-то что? Язык. Язык, вот абстрактное мышление там и так далее, и так далее. Так вот. Язык индейцев Мац, Мацос, я говорил об этом в каком-то ролике, но я еще раз здесь очень приведу еще раз этот пример. Живущий в амазонских лесах Бразилии построен так, что говорящий обязательно должен уточнить, каким образом он узнал о том, что говорит или подтвердит свои слова. Вместо того, чтобы сказать, здесь прошло животное, индейец должен уточнить, видел ли он само животное или его следы. Или, может быть, догадался об этом каким-то образом, или же ему сказал кто-то другой. Но если он осмелится что-либо утверждать без объяснений, то речь априори будут считать ложью. Пожалуйста. Вот вам объяснение, аргументы. И не умнее нас, эти индейцы. По словам лингвиста Гая Дойчера, если вы спросите у индейца, сколько у него жен, а их в это время не будет рядом, то он ответит вам в прошедшем времени что-то вроде «Было две, когда я проверял в последний раз». Слушайте, это очень эвристично, вот этот язык. Этих индейцев. Откуда вы знаете, вот чем ваша жена сейчас занимается, или муж, и с вами, или она, или он? Как в песне поется. Ты еще в плену моих объятий, но уже задумала побег. Вот она уже мысленно убежала и все. Как вы можете утверждать, что ваша жена ваша? А язык, а в языке, вот это и есть. То есть мы, по сути, обманываемся. И вот этот обман, мы сами, нам самим свойственно обманываться, этот обман заложен в языке. А индейцы вот эти, да, с первобытным мышлением, они, у меня нет жены, вот если ее нет со мной рядом, так ее и нет у меня. Ну вот что такое жить здесь и сейчас. И быть в реальности. И не привязываться ни к чему. Вот язык спасительный. А наш язык что? Да можно сказать, что он зависимостный, да. Отношения зависимостные заложены в языке тоже. Отличие. А у индейцев этого нет. Посмотрите, да. Вот они счастливые. Можно иметь и несколько жен. И так далее. Посмотрите, вот эта философия языка. Насколько это глубокая вещь. А давайте, вот это самое ведь интересное. Ну вот на эту тему, конечно, пишут, говорят. Но чтобы вот обсуждали эти темы, они же такие интересные. Лингвисты. Вот я что-то и не слышу их так. Ну вот в книгах можно. А так, ну вот одно и то же. Это три темы. Обсуждаются, обсасываются. Каждый день в СМИ. Поэтому они неинтересны. Они этого понять. Ну, дурак не может понять, что он дурак. Вот это в этом трагедия не дурака. А тех, кто от него зависит. Так, дальше. В конце концов. Мы не можем быть абсолютно уверены в том, что одна из них, жена индейца, не умерла или не сбежала с другим мужчиной. С тех пор, как муж видел её, даже если это было пять минут назад. То же самое и у нас, по сути. Вот она реальность. Таким образом, категорически заявлять о наличии двух жён довольно опасно. Так как это может оказаться неправдой. Вот. Ложь везде наказуема. И те, кто лгут, их не уважают. Их не уважают. Но у нас их уважают почему-то. Хотя человек лжёт, в глаза лжёт. И это прирождённый лжец, это ясно. Но всё равно это уважаемый человек, министр, депутат, журналист, президент и так далее. И так далее. Куда мы зашли. И в этом им помогает язык. Потому что в языке заложено это свойство лгать. Так, теперь я отвечу на ваши комментарии. А может Сократ был просто подкаблучником и терпила. И жена его задавила, отпор не дала и привык так жить. Полно таких семей сейчас. Недавно была свидетелем, как жена 65 лет. Не разрешает мужу смотреть сериал из вредности. Чтобы ему хреново было. Ну, Сократ великий философ, конечно. И мы же его знаем как философа, а не как мужа. И терпилу, да. Важно в конце концов то, что... То, с чем человек остаётся в истории. Вот. Остался он со своими мыслями, со своим методом. И, кстати, этот метод используется, видите, в психотерапии. И в психологии. Метод Сократа. Метод. Вот таких вот вопросов. Вот я его использую. И у человека просто... Просто прозрение наступает. Когда вот ты начинаешь там... Человек же что, фокусируется на мысли какой-то, да? Навязчивый там вот. Зацикливается и мучается. А когда ты начинаешь как бы спорить с ним, задавать вопросы, развивать эту мысль, всё. Всё. Так и происходит осознание, понимание, восстановление, решение проблемы. Так что, вот чем знаменит Сократ. Своим методом, мыслями, как учитель Платона. Так что, неважно, был ли он подкаблучником или нет. Это совсем неважно. И вообще, вот, интересоваться бытовой стороной, понимаете, но я считаю, что это низко просто. Это не достойно внимания, потому что ведь столько всего интересного. Безумно много интересного. Вот. А у нас сводится всё к бытовухе. Вот всё примитивизируется. Такая вот атмосфера, тупо умнее, формируется. Ну, и не случайно. Так, дальше. Дальше. Спасибо, Максим, очень своевременно для меня сократили. Переживаю, и тут ваше видео. Ну, радоваться надо, что вас сократили. Ведь это же начало чего-то нового, перемен. Но, понимаете, прожить всю жизнь, работая на одном месте, да это же пытка, каторга. То есть, это, конечно, не творческая работа какая-нибудь, которая доставляет удовольствие. Но такого человека невозможно сократить. Вот творческого человека уволить, сократить невозможно. Вот, недавно сказал, я прочитал высказывание Марка Цукербергова. Он сказал так, что человек с мозгами не имеет морального права на кого-то работать, кроме себя. Вот, человек с мозгами должен работать на себя. Прекрасно. Вот, значит, что нужно? Подключить мозг. И что вот эта ситуация дает? Она, вот, вызов, да, чтобы мы включили мозги свои и начали искать активно выход из ситуации. Ну, и что? А, дело это мы, много всего нового у нас в жизни случится, произойдет. По крайней мере, всем неизвестны случаи. Они все успешные, удачливые. Люди не жалели, что их сокращали, увольняли. Единственные, кто испытывает вот такую, как бы, грусть и тоску, это вот старые люди, старые бабы, как правило, которые 40 лет, 50 лет отработали. Вот, и вот их уже, уже просто, ну, вот, уже там с них все сыплется, уже они с трудом вообще соображают, где они находятся, о чем идет речь. И вот уже вот в таком полукоматозном состоянии их увольняют, и вот они немножко, и вот они еще жалеют об этом, что вот они дальше не могут работать. А любой, в принципе, нормальный человек, он будет рад поменять коллектив, начальника, работу, заняться чем-то новым, потому что жизнь эксперимент. Жизнь это игра, вызов, это смена впечатлений, это уроки и так далее, и так далее. И вот это радость, уволиться и послать все, вот. И что-то начать новое, радость новизны. Так, дальше смотрим. Благодарю, немного легче, нужно лечить душу. Нужно. Обращайтесь, обращайтесь ко мне, буду вас консультировать, помогать, поддерживать, и через несколько наших сеансов, встреч, бесед, вы сможете ощутить заметное облегчение и решить свою проблему. Вот, это при чутком, при чуткой поддержке, это все. Реально, проблемы решаются гораздо быстрее, не остается следа, вы будете знать, что делать, и так далее, и так далее. Вот поэтому не нужна... Для этого и существуем мы психологи, чтобы вам помогать справляться с этими проблемами быстро, пока они вот не перешли в какую-то стадию тяжелую, депрессивную, да, и из этого потом еще сложнее выходить. Вот для этого нужны психологи, которые приободрят, поддержат, сделают внушение, и так далее, и так далее. Вот, методами своими. Так. Знания для избранных, особенно спонсоров. Везде все. Рекламирует себя, предлагает купить дополнительные опции. Мы много делаем бесплатного, очень много. Снимаем ролики, они все полезны, они все обладают психотерапевтическим эффектом. Во всех роликах есть знания. Для жизни, которые помогают справляться. Вы и сами об этом нам пишете, и так далее. Книги наши, да, это... Это очень серьезные знания. И они стоят, они же все доступны. Это очень, это же небоснословные деньги. Купить эти книги, послушать, прочитать и просто перелопатить себя. Вот. Смысл этих книг. И это, конечно, труд. Труд должен оплачиваться. Это нормально. Мы живем в капиталистическом обществе. Вот. И я о деньгах тоже говорил. К деньгам надо нормально относиться. Деньги это один из мотивационных механизмов, между прочим. Поэтому, когда вы платите человеку, вы просто как бы этим самым мотивируете его жить. И действовать. Говорите о том, что он нужен, полезен и так далее. Вот. Вот что это такое. Надо менять свое мышление, свое отношение к деньгам. Деньги это хорошо. Если они средства, да. Не только цель, но и средства. То есть, вы тратите деньги на саморазвитие, на раскрытие своего потенциала во благо, да. Вот. Так что. Не нужно здесь драматизировать. Не надо вообще ничего драматизировать и придавать. Цените себя. Когда люди много говорят о деньгах, или хорошего, или плохого, они не думают о себе. Так. Дальше. Интересный ролик, побуждающий к переменам в себе. Да. Точно. Точно. Одни уроки, да. Извлекайте уроки, учитесь на здоровье и становитесь профессорами в сфере жизни. Академиками. Будете интересными людьми. Себе, другим. Вот. И так далее. Да, надо начать себя ценить. В первую очередь ценить себя. Ставить себя на первое место, на пьедестал, носить корону, любить себя безграничной, и думать только о себе. Браво, Максим, вы знаете эту жизнь. Подписываюсь под каждым сказанным вами словом. Спасибо за ваш канал. Так что, благодарю. Так. Вот что хотелось сказать сейчас, сегодня. И пожелать вам быть активными, быть деятельными, быть позитивными, работать над собой. Знаете что, вот очень не хватает нам сейчас искренности, непосредственности, да. Мы настолько зависимы от чужого мнения, мы, ну вот, настолько токсичные отношения, они связаны с конкуренцией. Мы, вот эта система конкурентная, да, она, ведь конкуренция везде в политике, посмотрите. Борьба за власть делает людей токсичными. Любая борьба делает людей токсичными. За место под солнцем. И так далее. И вот они уже там, ну, выискивают недостатки уже автоматически, да. Чтобы просто вот себя, как бы, поддержать и морально, и, ну, и так далее, да. Вот токсичность. И люди боятся быть искренними. Надевают маски, жилеты, жилетки бронебойные такие, да, пули не пробиваемые, и всё. И мы уже вот такого непосредственного общения, веселья, душевности, ну, этого не стало. Вот, поэтому, что у нас, вот, все закрытые, все за панцирями спрятались, в футлярах живут свои, да. Плюс общество неравное тоже. Когда на тебя смотрят, как на что-то там, да, мокрое место, ну, тоже люди, вот, оценочные зависимости. Опять, 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 да. И так далее, и так далее. Навязанная вот эта ложная система ценностей. Вот, всё это не способствует гармонии, радости, счастью, искренности, чувств, там, радости, вот, любви, да. Вот, поэтому, ну, что с этим делать? Ну, психологи знают, что делать. Обычный человек будет страдать, да. Поэтому, обращайтесь, будем, я вам буду помогать, приобретайте нашу продукцию, психотренинги, книги. Обращайтесь ко мне лично, будем с вами общаться. И делать, сделаем всё для того, чтобы вы были счастливыми, свободными, действовали легко, красиво, свободно. И всё у вас получалось в жизни. Несмотря на весь негатив, тоску в жизни и так далее, это не про вас, это не про нас. Мы знаем, как нужно действовать. Мы абсолютно психически здоровые люди и не подвержены влиянию вот этого негатива, токсичности, рабства, этого экономического там и так далее, и так далее, и так далее. Родительских сценариев. Всё можно зачистить площадку прошлого, перелопатить себя, переформатировать, сформировать мировоззрение, привести мысли своих в порядок и быть счастливыми, жить в раю. Нет, нет ничего невозможного. Пока мы живы, можно всё сделать и добиться своих целей, защитить свои интересы, стать собой, жить в своё удовольствие, быть собой, не носить никакие маски, никого не бояться, ни от кого не зависеть, быть на своей волне всегда. И всё. Ну вот, и быть счастливым. А это состояние, в котором возможно, что творчество, раскрытие своего таланта, своего потенциала, наслаждение жизнью и различные феномены. Вот я, допустим, в состоянии транса, ну такие вещи происходят со мной, это я общаюсь с такими людьми и в прошлом, и в настоящем. И настолько это всё, такие огромные положительные эмоции испытываю. Продолжение следует...